В наше непростое время каждый зарабатывает как может. Способы эти бывают честными, порой не очень, а иногда балансируют на грани. Очень жаль, когда от этих ухищрений страдает не только доверие людей, но и их здоровье. Речь о человеческой изворотливости и хитрости пойдет в следующем репортаже, который подготовила наш корреспондент Наталья Смирнова. На этот раз путь нашей съемочной группы лежал в Верхней Черемушке. Район отдаленный, но уютный и зеленый. Только не любоваться мы им отправились. Стихийное собрание жителей у дома номер 17 по проспекту машиностроителей ему причиной. Около месяца назад на их девятиэтажке появились несколько аккуратных шпилей вышек сотовой связи. Якобы председатель дома предоставил управляющую компанию протокол, был составлен договор, и они устанавливают антенну сотовой связи. Когда мы начали разбираться, оказалось, что жильцы не в курсе, они не давали согласия на установку антенн. Более того, председатель говорил и предоставил протокол, что это было общее собрание жильцов. Собрания никакого не было. С этими проблемами приходится разбираться с жителем, от имени которых предоставил в УК ЖСК протокол председатель дома. Теперь уже бывший председатель. На этот пост недавно вновь избрали более ответственного человека. Никакого протокола не было. Собрание не проводилось. Это обманным путем нам все сделали. То есть у нас собирались подписи, мы хотели поменять домофон. И вот он эти подписи подсунул. О вредном воздействии излучения антенн сотовой связи теперь не знают разве что совсем темные люди. А соглашаются на их установку равнодушные к своему здоровью горожане. Потому-то и подкупают доверие граждан разными суммами. Говорят, дому положено вознаграждение в 30 тысяч рублей ежемесячно. Подозревают жители, что некой отдельной суммой соблазнился и бывший председатель. Но ведь под облучение попадают не только те, кто собирает комиссионные с ретрансляторов, но и те, кто соседствует с ними. А дело в том, что мы их, как сказать, расшевелили. С 21-го дома женщина позвонила мне. Я уже здесь их ловила и говорила. Вы знаете, у нас люди настолько равнодушны. Вот можно сказать словом, прям матом я бы сказала. У нас пока не грянет гром, мужик не перекрестится. Естественно, мы поднялись на крышу девятиэтажки. Отсюда открывается потрясающий вид на весь город. Именно поэтому сотовая компания выбрала этот дом для установки своего оборудования. Вот оно стоит, гудит, функционирует. Встретили мы тут и проектировщика, мирно выполнявшего свою работу. А ведь с того времени, когда жители 17-го дома взбунтовались против вышек, деятельность и вовсе должна была прекратиться. Так неужели мы бессильны? Неужели мы не можем решать, быть ли вредному воздействию там, где мы хотим ощущать себя в безопасности? Или все-таки по-прежнему вправе жить спокойно? Об этом в программе «Народный контроль». Наталья Смирнова, Алексей Тресцов, 8 канал.